Привет, друзья! Экономика всего мира опасно накоренилась и уже готова отправиться в затяжной кризис. Какие факторы поспособствовали произошедшему, в чем будет выражаться кризисное положение и каким странам удастся выйти из неблагоприятной ситуации с минимальными потерями? С этими вопросами мы сейчас и попытаемся разобраться. Вы на канале «Удивительные факты». Поехали! 9 марта 2020 года войдет в историю как «Черный понедельник». Динамика шла по аналогии с крахом на фондовой бирже США в 1929 году, ознаменовавшим начало Великой депрессии. По результатам всего одного торгового дня мировые фондовые рынки обрушились на несколько десятков процентов и, по мнению экспертов, падение только продолжится. Подобного не происходило со времен знаменитого кризиса 2008 года, суммарные потери от которого оцениваются в 9 триллионов долларов. Причина происходящего кроется в совпадении сразу нескольких факторов. Один из них – это быстрые темпы массового заболевания вирусом из Китая, который парализует экономики целых государств. Потери мирового ВВП от вируса уже оцениваются в 2,5 триллиона долларов. Второй фактор, усугубляющий положение – это то, что после «черного понедельника» инвесторы начали активно выводить активы из стран с развивающейся экономикой и искать наиболее защищенные варианты. В условиях происходящего большая часть финансов перетекает в государственные облигации наиболее экономически развитых стран, таким образом создавая еще больший хаос на рынке в целом. Для тех, кто не в курсе, государственные облигации – это ценные бумаги, выпускаемые от имени правительства с целью покрытия бюджетного дефицита. Облигации подкреплены госгарантией, поэтому в ситуации, когда весь рынок рушится, инвесторы пытаются заручиться хотя бы этим поручительством. Сегодня наиболее надежными странами, по мнению экспертов, могут стать США, Китай и Россия, чьи гособлигации сейчас активно приобретаются крупными инвесторами. Третья причина надвигающегося кризиса – это то, что происходит сейчас на нефтяном рынке. И на этом следует остановиться подробнее. На данный момент нефть является одним из наиболее важных ресурсов для человечества. На ее добычи, продажи и переработки развиваются и рушатся мегакорпорации, а также целые государства. 6 марта 2020 года, за три дня до обвала мирового фондового рынка, члены организации стран-экспортеров нефти не смогли договориться о дальнейшей судьбе сделки, разорвав все соглашения. Основными участниками конфликта стали Россия и Саудовская Аравия. Участники ОПЕК приняли решение сократить нефтедобычу, чтобы сохранить цены на высоком уровне. Но Россия отказалась снижать объемы поставок и вышла из договора. По сути, начав войну за энергетический рынок Европы. Цель ее ясна – вытеснить всех конкурентов. Ответом на это со стороны Саудовской Аравии стало резкое снижение цены на нефть и увеличение объемов производства. Впоследствии были закономерными – цена на нефть начала стремительно падать. Стоимость марки нефти «Брэнд» – эталонного сорта, определяющего стоимость всех остальных видов нефти на рынке, резко опустилась с 50 долларов за баррель до 22 и продолжает падать. При этом обе стороны от подобной ценовой войны будут терпеть огромные убытки, ведь она торгуется ниже себестоимости с учетом доставки до конечного потребителя. Российскую экономику, во многом завязанную на нефти, ждет экономический спад, а курс рубля уже начал проседать. Однако источники информационного агентства «Блумберг» утверждают, что у Кремля достаточное количество золотовалютного резерва, чтобы удерживать такую цену на протяжении пяти лет. В свою очередь, Саудовская Аравия не имеет таких запасов, так что долго бороться они не смогут. Министерство экономики государства уже урезало бюджет на 2020 год на 5%, что эквивалентно 13 миллиардам долларов. Так что в скором времени им придется пойти на уступки. Кроме того, как стало известно газете Wall Street Journal, США намерены принудить саудитов к заключению Союза с целью стабилизации цен на нефть. Зная, каким образом Америка ранее поступала со странами, в которых есть залежи черного золота, Саудовской Аравии следует готовиться к худшему. Ранее американская военная миссия в Сирии была расширена с целью защиты местных нефтяных месторождений. Кроме того, в сложившейся ситуации Саудовская Аравия однозначно не получит возможность протянуть нефтепровод в Европу, что усложнит транспорт топлива. Одной из неофициальных причин разрыва сделки ОПЕК является также то, что Россия решила не мириться с тем, что добыча США сланцевой нефти стремительно растет за счет сокращения производства другими странами. Как отмечает Форбс, в последние три года американской сланцевой индустрии удавалось развиваться благодаря трём факторам. Возможности законно экспортировать нефть, наличие лицензии на строительство нефтепроводов и продолжение сделки по ограничению экспорта нефтепродуктов из других стран. Теперь же выход России из сделки способен негативно отразиться на развитии и продаже сланцевой нефти. Это создаст сильное давление на нефтяную индустрию США, считают аналитики. И стратегия может сработать в среднесрочной перспективе, но меньше уверенности в её долгосрочном успехе. Возможно, дешёвая нефть выдавит американцев с рынка, но у производителей сланцевой нефти есть неплохой запас прочности. По оценке Международного энергетического агентства, сокращать добычу производителей сланцевой нефти могут начать при падении цен ниже 25 долларов за баррель, хотя у многих сланцевых компаний США себестоимость одного барреля нефти может составлять 50 долларов. Таким компаниям придётся брать кредиты, продавать нефть по явно убыточным ценам и надеяться, что торговая война долго не продлится. Ведь останавливать добычу нефти и консервировать скважины было бы намного дороже. Так что США явно невыгодно текущее положение дел и долго они ждать не станут. Скорее всего, они усилят давление на Саудовскую Аравию и той придётся пойти на уступки, отдав часть рынка России и другим участникам. Вопрос лишь, когда это произойдёт? В 2016 году в Великобритании прошёл референдум относительно выхода страны из Европейского Союза. Неожиданно для всех прекращение членства в ЕС, вошедшую в историю как Brexit, поддержал 51% населения. И ещё до того, как Британия официально покинула Европейский Союз 31 января 2020 года англичане успели ощутить на себе последствия своих решений. Незамедлительно просел курс фунта и уменьшилась покупательная способность, также пострадал рынок недвижимости. Недовольство простых британцев заключалось в необходимости платить немалые взносы за членство в организации. Ещё одной причиной было лишение субъектности во внутренних вопросах, поскольку члены Евросоюза должны согласовывать судебные решения с единым европейским законодательством. Brexit создал прецедент, благодаря которому и другие страны, а особенно в условиях мирового кризиса, также могут покинуть ЕС. Наиболее выраженный евроскептицизм прослеживается в таких странах, как Чехия, Италия и Австрия. Эти страны довольно развиты экономически, а грядущий кризис заставит их задуматься о сохранении текущего положения дел в то время, как Евросоюз будет намерен решать ситуацию общими силами. Тем не менее, членство в Евросоюзе является некой гарантией для пережидания трудных времён. По этой причине, если странам удастся быстро восстановить своё экономическое положение, массового выхода из Союза не предвидится. А вот странам, не состоящим в экономических и политических объединениях, придётся труднее. В 2010 году мир всколыхнул кризис суверенного долга в ряде стран. Подобное происходит тогда, когда государственный долг растёт по отношению к налоговым поступлениям. Отсутствие баланса между этими двумя показателями началось в Греции, а впоследствии охватило практически всю еврозону. Из-за этого многие страны оказались неспособны провести реструктуризацию государственного долга без помощи посредников. Рефинансирование госдолга подразумевает замену существующих долговых обязательств на новые. Подобные вещи позволяют на время снизить долговое бремя, но негативно сказываются на инвестициях в экономику стран. Во время финансового кризиса странам с наиболее крупными долгами окажется тяжелее всего. Скорее всего, для некоторых государств происходящее обернётся дефолтом, признанием неплатёжеспособности по внешним и внутренним обязательствам, гиперинфляцией и безработицей. Понимая это, представители Евросоюза уже сегодня начали говорить о том, что они хотят закрыть двери перед потенциальными новыми членами, чтобы стабилизировать ситуацию внутри самого объединения. Это же усугубляется вирусом, который консервирует страны и заставляет закрывать границы по всему миру. Происходящее сегодня в мире экономисты и социологи называют идеальным штормом, то есть совпадением целого ряда негативных факторов, усугубляющих друг друга. Население всего мира терзает вирус, нефть дешевеет, производства останавливаются. Такое стечение обстоятельств даёт все основания подозревать, что кризис создан полностью искусственным путём. Выглядит, как прекрасная возможность для заинтересованного круга людей переделить мировую экономику за счёт творящегося хаоса. Однако не так всё печально, как кажется на первый взгляд. По оценкам экспертов, долго этот спад, скорее всего, не продержится. В течение трёх-шести месяцев мы, возможно, увидим возвращение цен на нефть и завершение карантина. Затем ещё примерно год потребуется на восстановление мировой экономики. Уже сегодня видны варианты решения проблем, а значит, затяжной рецессии не будет. То, что сейчас происходит, скорее похоже на репетицию кризиса. А вот реальный кризис стоит ожидать в течение следующих пяти лет, и он будет намного серьёзнее, чем то, что мы видим сегодня. Но об этом мы поговорим в других выпусках на канале «Удивительные факты». Так что подписывайтесь на канал, будет интересно. Пока!